Азии Семен Багдасаров считает, что возможность присоединения Египта к ординационному центру именно в Багдаде не очень велика. Однако, если такой же центр перенесли бы, например, в Каир, сотрудничество было бы более вероятным. Но есть и другие варианты решения проблемы концентрации в коалиции шиитских стран, говорит Багдасаров. Я считаю, что ее всегда называют шиитскими государствами. В сопротивленном случае и внутри страны у нас есть оппоненты, которые могут споднять, и внешние оппоненты, которые будут говорить, что Россия вошла в коалицию шиитских государств. Ирак, Иран и Силия. Это не совсем правильно. Поэтому должны быть какие-то другие государства. Что могли бы быть? Таджикистан, Кыргызстан, где есть проблемы, это тоже. Граждане, которые воюют в Киеве и в Востоке, формают шиитские государства. Глава Международного комитета Совпеда Константин Косачев в среду напомнил, что Москва предложила сотрудничество всем заинтересованным странам. Двери координационного центра открыты, и теперь Россия ожидает реакции партнеров на предложения по сотрудничеству. Иван Медведев, Бизнес-ФМ. Общее количество российского военного персонала, который может быть задействован в операции в Сирии, составляет около полутора тысяч человек. Это и те, кто участвует в нанесении авиаутаров и в доставке военной техники для сирийской армии, сообщила газета ведомств со ссылками источника близких. Вещь идет об офицерах, а также о рядовых и сержантах контрактных служб, и никаких срочников нет. Размер суточных для командированных сверхобычного денежного удовольствия составляет 62 долларов в день для офицеров и 43 долларов в лесу. В случае гибели военнослужащего положена компенсация в 2 миллиона рублей. Исламское государство призвано в России экстремистской организацией и официально запрещено реакция запада на российские авиаутары по ИГИЛ в начале часа на бизнес-ФМ. Сегодня российские транзакции карт ВИЗА начнут обслуживаться через национальную систему платежных карт. Ранее ВИЗА предупредила о возможных проблемах с обслуживанием карт в связи с изменениями в порядке обслуживания. Компания направила уведомления российским банкам о необходимости дополнительного контроля за процессинговыми системами. Это никак не отразится на держателях карт международных платежных систем, утверждает ВНСПК. Сбои в национальной системе платежных карт произошли в апреле, и они повторятся не раз, считает начальник аналитического управления банка корпоративного финансирования. И предложили замену создания рабочих групп при администрациях. По словам чиновников, перепись предпринимателей позволит точнее определить нужды малого бизнеса и, соответственно, помочь ему. В нынешнем году выделено 78 миллионов рублей на субсидирование. Это на треть больше, чем в прошлом году. Однако заявки по минимуму более 1% предпринимателей. Патруль радио Ростова на улицах города. Прямо сейчас. Телефон горячей линии 220-0-220. Наш официальный мобильный партёр компания Мегафон. Надёжная связь и супер-быстрый интернет по Ростову и области. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.